Итак, пресс-конференция по фильму «Гаспар едет на свадьбу» Я представляю вам режиссёра этого фильма Антонио Кордье Давайте его поприветствуем Что хочу сказать, предваряя пресс-конференцию Как вы понимаете, французское кино для нас имеет очень важное значение Огромная традиция существует в России для российских кинозрителей, связанная с французским кино Поэтому московский фестиваль, в частности, конечно, трудно представить без французских фильмов В том числе и в конкурсной программе Хотя, вот так получилось, что в прошлом году нам не удалось включить в конкурс французский фильм Это было, мне кажется, как-то всеми замечено Произошло это не потому, что не было хороших фильмов Потому что, ну, в общем, по техническим причинам, скажем так В последний момент произошли какие-то обстоятельства, которые помешали включить эти фильмы Оказалось, что это уже не является мировой премьерой Фильм был где-то показан один раз в очень маленькой аудитории Где-то там на другом конце света Но это помешало нам Потому что у нас принцип всё-таки премьерности И вот в этом году французский фильм у нас есть в конкурсе Я очень рад этому Тем более, что это очень, на мой взгляд, интересный фильм И необычный, в том числе и для французского кино С одной стороны необычный, с другой стороны в чём-то и характерный Но об этом мы, наверное, поговорим с режиссёром Вы что-нибудь хотите сказать вначале зрителям и журналистам? Продолжение следует... Добрый день, я рад вас представить вам фильм «Гаспар едет на свадьбу» Этот фильм уже вышел во Франции, но сегодня первое его представление в стране, в другой стране это мой третий полнометраж для меня этот фильм французский, но не только французский мне хочется узнать ваши мнения, ваши реакции после просмотра этого фильма Это мой третий полнометражный фильм Предыдущие фильмы у меня не было возможности представлять в странах Восточной Европы и в частности в России, поэтому это мое первое представление фильма в другой стране, в России Вы хотите, чтобы он немножко рассказал про фильм или, может быть, перейдем к вопросу? Давайте, если уже возникли вопросы, то, пожалуйста, может быть, мы в процессе обсудим фильм, в процессе разговора Прошу вас Добрый день Спасибо за очень такое легкое, витальное художественное высказывание Мне кажется, для русской культуры французское кино воспринимается как нечто очень легкое и воздушное Хотя изнутри французы воспринимают это, естественно, иначе Вот у меня сложилось такое ощущение, что каждый персонаж хочет убежать от своего личного животного Кто-то медведица, кто-то то животное, которое было вытатуировано у папы, у главного героя Убежать из своего зоопарка и своей неволи в мир любви и людей Но! Давайте перейдем Вопрос, вопрос Вопрос, да Но почему они это делают так легко? Мне просто казалось, что это вызовет гораздо больше сопротивления Они будут за зоопарк бороться по-настоящему Спасибо Спасибо за этот фильм Для русских, то есть французское кино Это всегда есть некоторая легкарность и приволение Может быть, для вас, французское, это не так Но ваш фильм, «Гаспарь, в гостинице» был очень важный И очень здоровый И мы видим, что все персонажи Они хотят с ним Открыть свой живот Например, Солен Она 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 Мир, который делает татуировку на животе, на его поиске, тоже связанно с животными. Но в самом деле, он реносится достаточно легко, чтобы не продолжать эту историю с зоом. И почему? Для меня этот фильм об окончании детства, фильм когда каждый из персонажей должен отказаться от какой-то своей части, чтобы идти дальше. Музыка 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 И для меня это такая универсальная история. Музыка 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 это зоо оно плавает? Как это стоит? То есть, вы знаете, там被 пожар, какие-то нащица проблемы с другими людьми? Да, да. Я отвечаю на вторая вопрос. Нет, не стой. Это не стой. Это не стой. Это стой. Это стой серьезный. Что-то трое на сих пор, то в другом отношении, не существует реально. Я начну с ответа на второй ваш вопрос. Нет, это не передвижной зоопарк. Мы снимали фильм в настоящем зоопарке, который реально существует. Но все сцены, где животные непосредственно играют, взаимодействуют с персонажами, снимались с участием дрессированных животных. Например, сцена, где входит в дом маленький тигренок. Или когда сцена кормления стервятников. Это все животные, которые из разных мест прибыли для того, чтобы показать взаимодействие с людьми, чтобы они не боялись этого процесса. Но зоопарк реально существует. Какие люди находят этот зоопарк? Какие люди находят этот зоопарк? В общем, в частности, есть много коммуникаций вокруг этого зоопарка. Так что это зоопарк в французском городе, который называется Лимонж. Это зоопарк, которая называется Лимонж. Этот зоопарк находится недалеко от французского города Лимонж, который средний по размеру, по значимости. Но все руководство этого города интенсивно рекламирует этот зоопарк, потому что это тоже способствует привлечению дополнительного числа туристов в регион. И зоопарк, который показывает в фильме, он относится к категории маленьких зоопарков. Это была наша идея, чтобы показать небольшой размер предприятия, который приходится продать. Так что мы сделали в фильме, чтобы этот зоопарк не появлялся в большинстве зоопарка. Вот почему этот зоопарк не производит впечатление, это был сделан специально для такого очень крупного, развитого предприятия. И для ответа на первая вопрос, в том, что с другими зоопарками, в том, кто играет в урс, который работал на морфологию, и на форме он двигается, я не работал с ним на морфологию, но они с удовольствием, в том, что если я был урс, то я бы хотел. Так что я не помню все, но я знаю, что этот зоопарк, например, считая, что он был лабрадор. Видите, что он французский, потому что это французский зоопарк, он не знает почему, но все французский зоопарк, он был лабрадор. Так что касается ответа на первый вопрос, такой прямой связи персонажа и животных, кроме Колин, которая носила медвежью шкуру, не была, эта актриса специально работала, специально тренировалась, чтобы максимально натурально продемонстрировать походку медведя, его повадки. Остальные персонажи в сценарии не были связаны ни с какими животными, но между собой актеры развлекались тем, что представляли, если бы они были животными, то кто был бы кем. Режиссер не помнит точное соответствие животных актерам, но он помнит, что актер, который играл отца, он сказал, что если бы он был животным, он был бы лабрадором. Лабрадор – это такая эмблема животного президента Франции, потому что все президенты Франции, у них всегда есть лабрадоры. Лариса Островская, Федерация киноклубов. Прежде всего я хочу поблагодарить режиссера за его необычный, временами парадоксальный фильм. Для меня сразу с первых кадров показалось парадоксальным, что герои встречаются в поезде, который как будто бы может привезти и в Лимош, и в Биориц, хотя это совершенно разные направления железнодорожных путей в Париже. А вопрос у меня такой. Есть ли в вашем фильме мотив тревоги, может быть, за то, что сейчас в настоящем социуме, в настоящее время браки заключаются с трудом, с опасением, браки заключаются с таким долгим предварительным периодом взаимоотношений, или может быть все как прежде, все хорошо. Спасибо. 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 не предупреждает этот транслятор. Так что у нас есть ошибка. У нас есть страна, что Биаритц, она должна идти в Биаритц. И Биаритц, это море, это очень романеск и романтик. Все, кто хочет идти в Биаритц. А что Лимоге, это в городе страна, и никто не хочет идти в Лимоге. Так что, в общем, у нас есть французская, когда она говорит, что надо идти в Биаритц, где этот транс идти в Лимоге, потому что это кошмар для нее. Сначала небольшое уточнение по поводу первой сцены, встречи Лоры и Гаспара в поезде. Лаура оказывается в поезде случайно, потому что она автостопом добирается до Биаритца и попадает в поезд, который едет в Лимоге почти случайно. для французских зрителей это имеет еще такое двойное дно, потому что Биаритц, куда изначально она едет, это такой символ, это море, это серферы, это такая романтическая жизнь, все хотят попасть в Биаритц. А Лимож – это центр сельской провинции, маленький, такой заброшенный, и никто из французов не хочет попасть в Биаритц. Простите, в Лимож, да. И когда Лаура задает вопрос, куда едет этот поезд, и Гаспара отвечает – в Лимож, то французские зрители в этом моменте начинают смеяться, потому что, ну, Биаритц или Лимож – это два конца мира. Биаритц. И на вопрос о жене, я не имею никакой проблем с тем, что люди могут жить вместе очень долгое время, я имею в виду 10 лет с человеком, и я вам покажу что-то, когда я спросил о жене, в моем жене, в моем жене, вы можете видеть что-либо, в основном, А то, что касается вашего вопроса по поводу длительных отношений, прежде чем вступить в брак, меня это нисколько не беспокоит, отвечает режиссер. Я сам жил с женщиной, которая стала моей женой, около 10 лет, и прежде чем пожениться, он показал вам руку, на которой татуировка ее имени выбита. Понятно. Так, нет, у нас только время для одного вопроса вы... Тигран Матосян, «Синематос Интернационал». Скажите, пожалуйста, меня интересует мнение режиссера по поводу решения героев, которые поменяли всю свою работу, всю свою цель жизни на устроение личной жизни. Я бы хотел узнать, вы бы согласились поменять кино и устроить свою личную жизнь, допустим. Отказаться от кино? Отказаться, да, от кино и устроить свою жизнь личную. Если бы была такая возможность, как вот у героев. Ну а... У нас есть вопрос, что в фильме, что персонажи отговорят к продолжению своей жизни для новой страны, чтобы идти на новую страну, чтобы идти дальше. И для вас, если у вас будет выбор для кино, чтобы работать в кино, или у вас будет счастливая жизнь, Это очень сложный вопрос, потому что кино, снимки фильмы, это то, что делает меня счастливым. Когда я снимаю фильмы, я чувствую, что я на своем месте. Но, что я знаю, из экспериментов, потому что, что я вижу вокруг меня, это, что в кино, я думаю, что режиссеры не могут быть опознанными. И что, то, что нужно реномать, то, что я вижу вокруг себя, это у режиссеров нет спокойствия. И чтобы быть хорошим режиссером, надо отказаться от этого спокойствия, от этой умиротворенности. Например, вы имеете в виду, я думаю, здесь, в фестивале, в фильме « Make to my love», сделанным режиссером францем, Абдулатиф Кэшиш. Абдулатиф Кэшиш, это у всех, у всех исторических спланов, он получал, он получал подними и на товарищах. Хотя, это не одно парометно, это человек, он, сделанным, он, на все потрясающие dude. В этих местах, какие другиеwickи, которые я боюсь. Дума. Здесь признание профессиональное часто соседствует с неустроенностью личной. Для меня продолжать работать в кино – это не быть успокоенным, не быть расслабленным. Ну что ж, это хорошее завершение пресс-конференции. Теперь мы имеем подтверждение того, что Антонио Корде будет продолжать дальше работать. Надеюсь, это не помешает его личной жизни. Иногда это удается совмещать. Конечно, мы могли бы еще больше поговорить. У меня тоже были вопросы, но я предпочел все-таки дать возможность вам своих задать. Например, я хотел вспомнить фильм «Жака Деми» «Ослиная шкура», где молодая Катрин Денёв играла в «Ослиной шкуре». И вообще, перекличка из той традиции поэтического французского кино, которая была когда-то, и следы которого влияние, которую мы можем, наверное, ощутить в фильме «Гаспар» идет на свадьбу. Такая легкая лирическая комедия, на самом деле внутри достаточно серьезная. Катрин Денёв играет в фильме «Гаспар» в «Гаспар» идет на свадьбу. Но мы уже должны, к сожалению, предоставить место в следующей, очевидно, пресс-конференции, поэтому хочу пожелать нашему гостю всего наилучшего. Удачи фильму. И еще хочу только сказать, что сейчас во Франции железные дороги бастуют каждые два дня, поэтому ездить поездом довольно рискованно. А если ездить на машине, то одна наша соотечественница, живущая во Франции, русская, издала книгу под названием «20 маршрутов по французскому бездорожью». Это к вашему вопросу, как найти зоопарк. Там, в общем, дороги приличные, поэтому найти можно. Было бы желание. Использовать машину для того, чтобы найти зоопарки, зоопарки и зоопарки в Франции. Да, это правда. Но мы все-таки поддерживаем железные дороги. Да. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.